дорогие друзья рад всех приветствовать на канале фиген лайф время 21 час 2 минуты вы знаете что мы изменили время наших программ и вот сегодня мы снова продолжаем выходить в эфир в 21 и сегодня пятница 27 мая день 93 с алексеем арестович алексей рады приветствовать взаимно добрый часы у нас больше ста тысяч человек смотрит и как обычно я призываю ставить ссылки на этот эфир для того чтобы те кто еще продолжают дезориентироваться во времени выхода наших эфиров уже сообразили что 9 вечера хорошего ремки почте наших эфиров можно успеть еще выпить так что обязательно распространяйте ссылки на этот эфир и обязательно подписывайтесь на 2 канала на канал фиген лайф и на канал алексей арестовича по ссылке в описании к этому видео на его имя вы можете пройти к нему на канал и подписаться ну что тогда начнем ну расскажи нам алексей что изменил за эти сутки сегодня интересный день такой любопытный во всех отношениях во всех отношениях значит от того что происходит на линии фронта и заканчивая там внешнеполитической рамкой большущей значит но начнем с того что сегодня день авиации к-52 ми-8 су-35 по некоторым данным еще один к-52 но это требуется уточнение пока не будем забегать вперед это означает с одной стороны что противник начал активно использовать авиацию с другой стороны что мы это радостно ждали и вот вот результат причем как развивали вертолетов и штурмовик сбили лесу 35 этом посерьезнее чем штурмовик да конечно да значит причем он 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 пал смертью храбрых прежде интересных обстоятельствах которых я позже скажу значит в донецкой области пришло вам пришло только что информация о том что накрыли передовой командный пункт более чем 20 старших за российских офицеров там были здание уничтожено чуть более чем полностью значит что касается что касается линии фронта если по ней быстро пробежаться то севера харькова продолжают российские войска пытаться удерживать позицию короткими тычками и обстрелами удерживать на наши войска в напряжении севернее харькова и давать им наступать восточнее та же самая история то есть не изменилось что касается спускаемся к изюму и от изюма пытались наступать на богородичная там сторону славянск не очень у них вышло гребли успеха не имели откатились теперь берем самое главное лиман вокруг лимана идут бои по некоторым данным наши войска вы продолжает удерживать территории если не в не на окраинах лимана то вокруг лимана непосредственно и значит там идут то что на английском языке называется теншин близкие барьеры обстрелы артиллерии работы артиллерии и так далее с обеих сторон теперь смотрим северодонецк лисичанск значит пытаются продвигаться туда российские войска не получилось сегодня было несколько попыток штурма туда в сторону очень условно говоря юга уже конкретно сильно звать там не ляпнуть лишнего я всегда страхусь и юга в восточнее юго-западнее вернее сейчас опять же главная задача взять укрепрайон который там у нас находится нам отрезать его от наших сил от основных и выйти на дорогу выйти на дорогу бахмут лисичанск значит не вышло наши войска отбили более того была пара удачных ходов с нашей стороны которые там подпортили нервы значит и живую силу и технику противника севернее успеха не имели севернее девки пытаются пытались продвигаться успеха не имели на запорожском направлении сбит мне восьмой как раз это при попытке активно использовать армейскую авиацию возможно высаживать какой-то там тактический десант обстоятельства надо уточнять но в общем сбили сбили продвижение нет и вот берем смотрим силы которые копились на воде запорожье в движение не пришли пока еще ожидаем помнишь батальонные три тактические группы там поселение прочь смотрим херсонщина там интересное событие на давидов брод сегодня анонсировали сейчас карту пока да 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 на давидов брод сегодня анонсировали это один из таких тыловых населенных пунктов относительно то вы ближний тыл группировки российской на правом берегу днепра в сторону гривого рога даже и в сторону гривого рога николаева в таком положении находится же можно туда и туда так вот сегодня там было но здесь его не видно нужно другая немножко карта он он чуть-чуть под великой александровкой чуть-чуть еще восточнее получается посмотри костя там должна быть и такая карта да значит там же да ну там объявили чуть ли не наше контрнаступление сегодня который должно разрезать группировку этого статуса я бы не придал ему пока но я бы придал туда пока статус удачной контратаки украинских вооруженных сил он такой маленький но она не совсем маленьким нужно во первых сильно суетился противник во вторых там сбили 135 и проще интересных обстоятельствах он пытался перехватить украинские штурмовики вот 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 такое вот вот туда тут надо увеличить давидов брод это где-то вот на сейчас по мнению дальше дальше не надо благость верни верни нас давидов брод это вот ну если вот посмотрим да посмотри снегуревка сегуровка очень грубо говоря смотрите там где вот самый верхнейший такой личико фигурки со шлемом вот там чуть-чуть южнее давидов в общем смысл в чем что это почему испугались потому что это было похоже на нашу попытку разрезать это право-брежную группировку попала и очень серьезно вот в большая александровка вот на этой карте в этом справа видно справа вверху видите на 2 часа и вот ниже его так вот они поет тогда они испугались очень сильно потому что радует во-первых это один из узлов коммуникации в центре обороны только это попытка отрезать группировку северным было квалифицировано но вот что такое прошла информация наступления одновременно что там сбит российский 135 при попытке нашим истребителям при воздушном бою при попытке перехватывать наши штурмовики а тут сразу вопросы когда штурмовики работают штурмовики работают когда нужно непосредственно где моя воздушная поддержка наших войск то есть если это и контрнаступление контратака вернее то она очень хорошо обеспечивается том числе реакции вполне возможно что это наступление но пока я не буду говорить потому что статус мне самому не до конца понятен подождем если там что-то серьезное протяженно интересное то мы увидим это завтра завтра обсудим но история такая очень очень перспективно если если да вот вот такая штука а как она как она может разрезать это означает что херсон будет отрезан до моря от остальной части часть группировки все которые севернее которые на кривой рог стоит может быть отрезана группировки которые вокруг кирсова херсона более южно если дойти до днепра и в принципе там неплохие шансы вытулить на с нашей страны на новую каховку это совсем другая история это во-первых переправа вторых новокаховский шлюз и питающий крым и так далее очень богатая история в перспективе посмотрим чем она закончится не думаю что там серьезное наступление потому что мы не готовы к нему явно по моим прикидкам но контратака в том направлении в принципе да еще с поддержкой авиации в принципе история интересная да еще со сбитым российским самолетом который пытался перехватывать наши штурмовики такая успешная достаточно задача даже если это короткая ограниченная во времени и в пространстве контратака но такая история по фронту существенного продвижения противника нигде нет идет боевая работа стороны работают друг по другом артиллерии но сегодня впервые у нас за несколько дней очень серьезное попадание вот этот передовый командный пункт такого давно не было и такой птичка под как бы самолеты вертолеты контратака в принципе очень очень хороший день в этом смотри несколько сорванных атак вот мы пытаемся время возвращаясь к ситуации вокруг северодонецка и вот в этом коридоре которые от попасный вот с намерением перерезать на дорогу лисичанску отсюда какова вероятность даже за эти сутки она возросла или снизилась или осталось такой же ну там амбивалентное действие произошли скажем так с одной стороны они чуть-чуть были ближе продвинулись на на паре участков к дороге начали простреливать ее на вся простреливается с другой стороны уже вся с другой стороны как бы те замыслы которые они пытались реализовать с обходом наших укрепрайонов там в районах обороны попытки вклинения попытки обхода все сорваны не получились поэтому тут как посмотреть вот здесь удачно центрально тактическом уровне замыслы такого оперативно тактического уровня все сорваны не пошло но вот сегодня по моему гайда и глава администрации луганской войны гражданской администрации говорил о том что но поправить это не так что при определенных обстоятельствах руководству может рассматривать вариант вывода туда из не допуская оперативного окружения частей это на но это цель это будет это будет решать руководству на тонны натуральное руководство среди полного спектра возможно выводишься есть и такой да кстати забыл сказать что все-таки ворвались и закрепились на северодонецке часть российских сил гостиница мир называется и район автовокзала по моему но это уже достаточно неприятный симптом и хотя наши штурму с целью выбить но тем не менее не по вроде как пока удерживают это значит уже переход городским боям принципе это следующая стадия стадия для нас неприятная но еще менее приятно на российских войск потому что атакующих городских боях несут колоссальные потери но и папа по истории защиты мариуполя мы видим на обороны мариуполя во что это обошлось нападающей стороне то есть на взятие северодонецка в принципе крупного города по меркам донбасса так второй столицы после этого самого неформальной это означает что те части которые российские войска накопили могут стереться в этих уличных боях достаточно быстро и серьезно но по опасная меньше город намного меньше чем северодонецка мы помним что во что он обошелся там 5-6 батальонных тактических групп может чуть больше стерли до состояния там 20 процентов оставшегося личного состав сноубой посмотрим куда это идет но в любом случае не быстрого продвижения не там как бы легкой прогулки то там не будет и близко все это будет очень сложно и и для нас и для российских сил но думаю что соотношение соотношение потерь будет такое который россии придется в очередной раз пожалеть даже если мы представим к этому зрительный успех в этом в этом районе а его еще надо успеть достичь суметь пока пока не очень выходит да и напоминаю что все это вообще-то все что мы обсуждаем возможно отступление охвата и так далее это же вообще-то практически результат анонсирована полтора месяца назад супер мега наступление всех время всех и времена народом на донбассе нужно на 25 км продвинуться полтора месяца страшной ценой это при тотальном превосходстве сейчас в авиации в артиллерии на том направлении при тотально а что же будет если не будет тотального превосходства а будет просто превосходство все конец войне лучше так не говорить нас заплюют на все экраны заплеван лучше мы по будем осторожнее в этом отношении а то мало ли чё не сглазить нас уже смотрят почти 270 тысяч человек больше 68 тысяч поставил лайки ну как обычно вы знаете мое занудство не побрезгуйте уж поставьте там и там и и подпишитесь вот смотри вопрос тогда следующий вот исходя из в целом обстановке есть и окидывать взглядом что называется можно ли судить о том что планы москвы они вот на этом направлении допустим луганской области и так далее исчерпываются выходом на границу или же продолжает оставаться опасности для харьков как тут говорят и для так сказать направление от херсона хотя вот суть потому что ты говоришь это маловероятно ну то есть широкомасштабного какого-то движения дальше на херсонском не то соотношение сил скорее не будут выгребать там даже при попытке наступать что касается запорожского там возможно продвижение на север но тут же опять же соотношение сил и средств и так далее и так далее посмотрим под гуляй полем у них совсем не ладится то есть ария направление орехового у них не ладится в авдеевка не очень ладится практически ну как пятые сутки попытка попытка наступать без этого самого без продвижения практически ну и там не очень ладится она и там начала вытормаживаться на самом деле ну да в город ворвались но зато задачу перерезания трассы никак не могут решить почему-то ценой таких как это ценой таких вот непрерывных атак с попыткой заменять направление приложения основных усилий и тем не менее выгребания до раз за разом и неспособности выполнить задачи ну и там же изюмское направление вроде как вроде как наступают и лиманское вроде когда но и и тут немножко под вытормозили хотя в лимане имели явный успех и явный успех имели где-то пять шесть суток назад в течение двух-трех суток при попытке наступать от попас на нас это но туда вот на перерезание дороги бахмут лисичанка под вытормозились посмотрим может быть ведут какие-то резервы там бой может еще что-то но в данный момент они при притормозились к так это слегка поэтому перспективы ну все еще туман и напоминаю что все это ценой страшных усилий страшных потерь и только за счет превосходства как только превосходство будет нивелировано в огневых средствах средствах старшего командира артиллерии и раке ракетных этих самых авиации то в принципе можно не мечтать никаком продвижении потому что в прямых пехотных боях наша пехота делает их делает они 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 способны получать хоть какой-то успех только за счет превосходства по силам и средствам по посредством даже в основном вот так но вот и продолжение всей этой истории сегодня руслан левиев основатель конфликт интеллигенции опубликовал что значит кинштаб россии приказал приготовить по всем военным округам резервный батальон который к день 11 мая до приказ был отдан и значится эти образованные соединения должны быть в течение месяца находиться на полигонах и потом пополнять те части которые здесь есть выбиты личный состав пополнять в тех частях значит все это звучит очень романтично для тех кто не совсем понимает военное дело ну да объясняю гражданским людям что такое когда военный округ выставляет батальон но это примерно как если в вашей компании работает 200 человек вам сказали собрать все усилия все возможные так далее и подготовить команду из трех человек но это показывает что вообще проблемы с мобилизацией раз округ выставляет резервный батальон ну да круг мог бы и 5 выставить честно по хорошим временам по старым нет такого ну и теперь немножко судьбе этих людей значит сейчас на территории украины находится подобные отряды моб резерва больше десяти по количеству общей численностью около пяти тысяч значит несколько сотен из них уже погибли это введенные подготовленные введенные пред предыдущей волне вот начале ты вам добрые в предыдущей такой же волне когда выставляли резервные батальоны некоторая часть деморализована старается держаться тыла не наступать это судьба вот этих резервистов которых сколачивают сколачивают и кидаются потому что но реалии которым расскажут вернее иллюзии сказки которым рассказывают в военкоматах и на полигонах и реалии вы живой войны очень сильно отличаются очень сильно поэтому это да ты такая сообщение для тех кто вдруг решил заработать 200 тысяч рублей скажем похоронные я бы сказал так так теперь наша история бы уходим на международную рамку наша история с млс которую педалируем только мы успели об этом сказать как-то задвигалась пока еще нет за заявление было что вроде как на следующей неделе будут согласовывать новый пакет вооружения от американской стороны и речь уже идет вплотную о включении туда млс американский типа химарс там разные варианты второй вариант это джонсон высказался например британии что надо четко поддерживать жизненно необходимо поддерживать украинскую сторону и не он выступает за передачу реактивных систем западная по-английски этому мутил rocket launcher system то есть млс переводится вот и здесь мы образно сказал как вы можете бороться с кархадилом когда он есть вашу левую ногу сказал британский премьер наследует своего великого предшественника биографом которого он выступил черчил но в общем движение пошло вся мировая пресса гудит весь дипломатический корпус гудит а всего лишь стоило один раз вырубаться матом марк ну не говорю я в следующий раз поддержу но потому что у меня десятиэтажный я же по-русски ругаюсь на что ты понимал у меня деталь сейчас 4 одновременно запроса ведущих мировых сми это первая линейка мировых сми как раз обсудить тему и малорез все таки она работает ажбегом сейчас буду сейчас буду разъясним у нас белоруссии 9 чудо-чудо дела и дела дивны а давайте закончим тему с поставками значит надо да надо понимать 14 14 до не 15 16 мая у нас будет брюсселя совещание министра обороны стран нато а перед этим будет рамштайне очередное заседание где во-первых должно прибавиться количество стран которые поддержат во вторых должна бы будет обговариваться более серьезное пакетное предложение для украины то есть запад можно упрекнуть в темпах это там надо разбираться где объективно где субъективно но в намерении точно упрекнуть нельзя потому что было ряд заявлений в том числе элизабет раз министра основных дел британии сейчас в чехии с визитом она четко сказала наша задача чтобы никто не сомневался наша задача просадить путинский режим до до состояния невозможности угрожать силой соседей теперь подтвердили это цель которая была заявлена ясно дело что без очень серьезной военной помощи это не может продолжаться быть реализовано это в том в том же смысле американцы потому что новый пакет помощи это новый пакет помощи помощь идет темпы количество номенклатура да можно задавать вопросы но верность союзникам нам нам под нашей поддержки подтверждена все больше и больше и я думаю что здесь волноваться не надо можем быть недовольными темпами но пока украинские войска и темпы нам обеспечивают потому что нет предпродвижения нет нет успехов в деле попытки окружить пока лисичанск северодонецк перерезать там всего украинская пехота десантники и все остальные нацгвардия выдерживает это все он спецназ выдерживает все это свои своими телами ближним оружием но как видите как видите даже в условиях когда там 10-15 орудий на наше одну да еще с нормами у нас 100 100 снарядов сутки можно использовать дивизионного них 2000 как бы на все равно мы даже в этих условиях удерживаем не даем продвигаться представьте себе когда помощь подскучит так вот я думаю переломным станет средина июня мы узнаем очень много интересного в следующей неделе если будет пока голосование за новый пакет и потом средина июня тоже комплексное голосование стран поддерживающих украину мы узнаем приблизительно что и примерно когда потому что по что можно понять когда поставят я не буду менять цифры скорее всего вторая половина июля судя по вот этим темпом и задержкам но тем не менее главная новость поставки продолжаются и будут продолжаться до реализации главной цели разгрома здесь российских войск это на фоне всех вот этих заявлений к чему я говорю что херсонская область переходит на семерку в номерах что вот мы там 11 у нас референдуме не ссср бла 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 так вот на ваш мини ссср мы накроем нашими млрс напоминаю вам об этом как вы можете там надуваться сколько хотите так беларусь диво дивное чудеса 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 чудная глава государства как он сам себя называет александр лукашенко поручил создать беларуси ни много ни мало народное ополчение террооборону перед этим он поручал выучить украинский опыт как малые группы смогли останавливать мобильные группы смотри как действует вот берите на вооружение у нас для этого есть и люди и вооружение он говорит а теперь внимание вопрос а против кого он создает это народа но я тебе отвечу он просто изображает я считаю что какой-то закавыка в этом есть в россии конечно против россии создает и на то есть прям прямая логика происходящего мы точно не собираемся вторгаться беларусь ни при каких обстоятельствах близко нет а вот а кроме того какая же сила может заставить александра григорьевича народу которым перед этим лупил дубинками этими дубинками там нехорошие дела творил с людьми в сизу заставить теперь в этот народ выдавать оружие какая-то очень серьезная угроза но понятно что угроза от украины призрачная он не даст оружие народу уже не эти дубинки ему насуют прямо в жопу прям все эти дубинки они набьют ему сфинктер понимаешь даст им оружие не даст арк и в этом же интрига его теперь создается народное ополчение это какая-то очень серьезная причина вообще должна поставить было так заставить вопрос а теперь я тебе скажу что у нас есть информация которая пришла к нам из европы из открытых между прочим источника просто они не самые популярные но если внимательно интернет почитать я не буду указывать то там видно что да русская страна очень сильно активизировала контакты запада мы перед этим говорили несколько недель назад помнишь очень сильно и как бы такая общая канва может вы не дадите на нам пропасть тут под под страшно путинским режимом мы не хотим тягиваться войну давайте мы как-то сделаем так что беларусь удержалась от войны его и вот-вот нам этого не нужно беларусь не бы давайте как-то может санкции не так жестко в отношении беларуси какие-то может гарантии политические получим они с самого начала маке не вылезает да 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 вот через него идут контакты так вот фишка чем что и тут же народное ополчение ну как бы по моему это хороший признак мне нравится если он двинет войска на смоленск так ему вообще все простят давай вперед давай давай это было бы смешно конечно я вот не верю я считаю что он все таки это изображает и для тех и для других и для москвы и для запада и для киева на самом деле он ничего делать не будет это значит петляет а это уже хорошо потому что на фоне апокалиптических прогнозов о вторжении белорусских войск на территории украины север вот это петля не показывает что вероятность такого вторжения сильно занижена реально в реальность он он не двинулся когда там были российские войска тем паче он не двинет именно ничего нет не ну там мы раньше нам намекают нам сегодня медуза опубликовала что они там мечтают косе не завоевать и киев обратно снова это ужасно смешно все как бы и да и со страшными белорусскими войсками но мы вам советую смотреться мечтателям кремлевским по завоеванию киева смотаться это усмотреться в поведении александр григорьевич пообещает 20000 белорусского войска на вашем 5 5 так вы вы себя обнаружите снова страшно знакомых вас местах представленных украинской артиллерии и доброжелательно это нельзя титру и механизированными десантными частями спецназ а глядетесь то право налево учитывая буча вообще пленных не будет это сразу хочу вам хоть я тут ко мне пишут со мной разговаривать люди которые воевали в буча не горит ты имею ввиду мы пленных не берем белорусов то ли вам белорусы никуда не пойду белорусы или того хуже они могут обнаружить что их уже окружают и белорусские части как были перешедшие на нашу сторону поэтому как бы такая история как кривида чуба александр григорьевич киев не съездить к зеленскому облобызаться троекрат тогда его убьют сразу а так он надеется что будет убивать постепенно и он отпетляет кстати александру григорьевичу надо понимать что как только активная фаза здесь закончится они чуть-чуть высвободят сил то они постараются немедленно им заняться поэтому вас александр григорьевич есть два шанса первое снять с меня уголовное дело которую по недоразумению зависть и второе ладно может не извиняться пусть на ты второе попытаться с нами все-таки договориться но вам обязательно поможем обязательно с нашими партнерами по европе до спасем беларусь и вас вас лично до поры до времени так вот арестович я спасать не буду особенно товарищем из белорусской оппозиции даже не парьтесь я и мы его вам в клетке привезем так что не парьтесь вот прям куда-нибудь к вам на базу отвезем на калиновского батальон отправим злые вы ну ну ладно вам беднее такой вам бедны так вот что я хочу сказать да значит но это это было бы полбитых пол пол сенсации сейчас будет сенсация подивали тадам только что завершился собор украинской православной церкви бывшего московского и вот они осудили они осудили позицию главе главы рпц патриарха кирилла по войне в украине и приняли решение внимание о полной самостоятельности независимости украинской православной церкви теперь она будет более того они обратились к пцу православной церкви украинской с предложением а заодно возобновление идеология на преодоление раскол украинского православия а вот к этому жизнь кремль кремль точно не готовила объясняю почему две трети приходов российской церкви московской патриархата находится в украине то есть это этот кирилл резко проху ну в рейп ну не две трети атака не по количеству а как это по по финансовой и прочее там представим имущественной представленности то есть все это рпц худеет сейчас на две трети и как бы я вспоминаю старую шутку ревертор веровой войны когда советская малина врагу сказала нет украинская православная церковь бывшего московского патриархата врагу сказала нет это тектонические изменения просто тектонические это огромное событие да 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 уменьшал который красиво падающая 135 сегодня в херсонской области так вот что я хотел сказать свечка на тортик так вот ну что я буду сказать поздравляю российскую важно конечно чтобы они кирилла предали анафемии и тогда и поминали его определенным образом тогда это довершит картину тогда мы можем уж мы муж сериал снимаем правильно у нас ежедневно давай 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 немного побудем священники смотрят они сейчас программируют давайте побудем с этим значит представляешь сейчас кирилла вызывают кремль и и говорят товарищ генерал-лейтенант а почему собственно где-то тогда почему почему собственно как же вы допустили нет его еще второе спрашивает как же деньги которые ты освоил вот деньги освоил который за выдаивал и так далее и так далее и я с таким упоением предвкушаю значит сейчас суету которая там начнется тут же проблема в чем у нас ходят у нас сфоткали опросники которые выдавали выдают российской армии для беседы с жителями нашими местами и вот эти опроснички дам есть очень любопытная штука когда давай когда вам задают вопрос местные жители вы русские или украинцы надо отвечать мы православная православие это один из идеологических трендов этой войны со стороны россии тогда один из главных нарративов то есть уходим от нарративы национальность потому что русские в украине они пишут авторы составить авторы составители дискредитированные понятия поэтому где-то православных а теперь какие же православные если их православные московского патриархата послали их нафиг это событие кроме того чтоatal историческое значение имеет реально-историческое я не я даже сказал, метаисторическое, откол значительной части церкви на фоне ранее полученного Томаса и образования Украинской Поместной Церкви. Это событие метаисторического масштаба. Она сразу бьет это событие в одной из ведущих балок, столпов обоснования этой войны идеологической со стороны России, что православные борются с лицемерным Западом, который гей-парады проводит и так далее, и разрушает гей-гей, там все спорно. И разрушает один из главных трендов, который задавал лично Путин в своем метаисторическом обосновании этой войны накануне вторжения, ну и всю эту историю. А теперь что же получается? Мы такие православные, мы пришли занимать, спасать православие от развращенной Европы, леволиберальной и левоцентристской, и тут, значит, православие поворачивается и показывает, о! Ну да, материнская церковь. Материнская, да, да. И предлагает повесенные и Петрахимии. Вот, 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 вот. И тут как мы, это степень грусти сейчас в Кремле, и где там сидит, в Сергиевом посаде, где сидит эта самая, Московская православная церковь, она сейчас просто несопоставима. Это же закрытие гештальта минимум с 1640- 58-го года, когда там перетащили митрополита киевского под угрозами, да, там и так далее, и так далее. Чуть позже, сейчас уже не помню. Ну, 17-й век, вторая половина. И это, и сама сама провозгласили себя Петрахимии. Так вот, это вот такая история как бы очень большая и жирная в этом отношении. Сегодня день просто вот, просто праздник какой-то, в буквальном смысле слова. Правильно. Вышибли не только материальную составляющую и сетку, через которой осуществлялось очень серьезное влияние. Вышибли саму идеологию, одну из главных идеологических скреп поломали сегодня. О том, что здесь война идет за православие. Здесь, наверное, за что угодно, только не за православие, потому что православие, причем православие очень хорошо представленное, большим количеством приходов, показало жирную дулю и сказало, ребята, нам с вами не по пути, потому что вы есть, как есть, нехорошие товарищи. Во главе с вашим Кириллом. С чем поздравляю, дружно украинский народ и заодно российский. По-моему, это почти было уже неизбежно, потому что выбор был уже такой. Либо действительно оставаться под властью московского патриархата на условиях войны, тогда вообще совершенно невозможно ничего объяснить, ничего не с канонической точки зрения, уж точно и с точки зрения просто церковной. Так что, по-моему... Здесь же надо напомнить очень важную вещь. Предстоятель Ануфрий, в адрес которого летело всегда и в адрес церкви очень много злых, нехороших слов и оценок. Кстати, родом из Западной Украины просто. Все думают, что он какой-то... Типа, откуда-то из подрезания. Так вот, не, скорее подрезанию священники из Западной Украины. Там их очень много. Так вот, Кирилл мне лично говорил, что когда в Сибири кто-то целует... В 2005 году, когда в Сибири кто-то целует руку священнику, он обычно целует руку бандеровца, потому что большинство священников, чуть ли не две трети, там из Западной Украины. Так вот, что я хотел сказать. В семинарии всегда были лучше, готовили лучше, заезжали и прочее. Так вот, тут же вопрос, в чем? Что Ануфрий, как только началась агрессия, 24-го числа, где-то в 7-8 утра, уже опубликовал осуждение. Это, заметьте, когда все ожидали, что через 6 часов Киев будет взят. То есть, человек нашел в себе... К Константинопольскому обратились, чтобы лишить патриаршества, так сказать, обратились, насколько я понимаю. Человек нашел в себе мужество в день, когда все еще было неясно. Более того, очень многие верили, что Москва побеждает. Умудрились осудить тогда агрессию. То есть, эта теменция вызревала в Украинской православной церкви гораздо раньше, чем началась агрессия. Она просто реализовалась в момент агрессии. И это глубоко положительный момент. А во-вторых, показывает, что это не ситуативное решение, оно зрело годами. А уже обращение к ПЦУ с целью преодоления раскола православия, ну, это вообще беспрецедентный шаг. В Украине несколько православных церквей, и они традиционно между собой в сложных отношениях, а обращение, давайте восстановим каноническое общение, это, знаете ли, много. Много. Поэтому такой день сегодня интересный, яркий. И очень символично. Много чего обсудили, а нас 360 тысяч смотрят. Вот нельзя не вспомнить преснопамятного ПЦУ. ПЦУ. Это Янукович. ПЦУ сегодня выступил с каким-то заявлением. У меня всегда… А правда, что он уехал, он бросил свою апельсиновую жену и, значит, ей взял какую-то повариху с собой. Живётся повариха и по-моему, да? Владенка там какая-то была, я сейчас уже слышу. А она повар у него была, повар. Да, не исключено. Ну, свайк. Вот он сегодня выступил с обращением. Значит, муж поварихи выступил с обращением. Я уж не знаю, что типа угроза и всё такое. Ну, в общем, сдавайтесь, я так понимаю. Сдавайтесь. Это единственный путь. А они почему-то… Ты можешь мне объяснить? Зачем они его раз за разом вытаскивают с твоей точки зрения? Он вроде уже где-то прямяк, уже с поварихой, там, ну, уж не знаю, какие у них там, скорее, платонические отношения. Ну, а потом они его достают, зачем-то, и всё. Я не очень понимаю, на кого они хотят произвести впечатление. На Зеленского, на Запад, на людей. Я не понимаю, объясни. У нас сегодня объявили, по-моему, международный розыск главу Конституционного суда Тупицкого. Такой знаменитый судья, который должен защищать суверенитет Украины, но немножко решил приторговать, не говоря уже о регистрации после захвата Крыма, недвижимости в Крыму. Так вот, по некоторым данным, которые в прессу попали, по крайней мере, утверждаю, некоторые сказали об этом. История заключается в том, что он должен был провозглашать Януковича, счастливо вернувшимся законным президентом Украины, после возвращения. Больше обреда невозможно представить, потому что Янукович крайне дискретированная фигура, в том числе на Донбассе, который он на колени никогда не ставил и так далее. И даже те, кто были пророссийские, традиционно считали, что он слабак, мудак и негодяй, который сбежал вместо того, чтобы... Так и его реально в Москве тоже считали. Да, да, да. Но его приволокли, потому что есть иллюзия некой... Ведь главный нарратив идеологический идет, что Россия здесь пытается восстановить государственность Украины, прерванная военным переворотом в 2014 году. Силовым государственным переворотом. А для этого хоть тушкой, хоть чучело, но нужен какой-то там, простите, бывший законный президент и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле это же прямое зеркало. То есть ничего самостоятельного российская пропаганда не придумывает. 11 сентября поставили референд, чтобы оттолкнуться от американцев. Но это же вторичное поведение, на самом деле. Януковича таскают по поводу восстановления после госпереворота законной власти, а это же аллюзия к 93-му году расстрелянному парламенту и 96-му году, когда фальсифицировали выборы в России. Это что там еще у нас? Биологические и химические в лаборатории ядерное оружие, как Шайгу заявлял. В общем, все, что американцы говорили по отношению к Саддаму Хусейну. В общем, вторичность, вторичность. Американцы предлагали военнослужащим иракским разойтись по домам. Вот он, когда это заявлял, это именно оттуда же было. Да, да, да. Вторичность, вторичность. Более того, листовки совпадают в переводе практически с арабского на русский, в указаниях тому, как поступать военнослужащим украинским. Записывайте, там написано этим пунктом, записывайте видеообращение командиров и рассказывайте, что они вас бросили. Прямо к президенту, чтобы дискредитация была президента. Когда он, типа, не отреагировал и прочее, прочее. В общем, день сегодня очень показательный. Во-первых, снялась нагрузка, которая висела перед этим пять дней. Тяжелая очень. Во-вторых, ну, такое количество ярких событий. Это, конечно, свидетельство некоторого перелома. Вот. Сейчас посмотрим, что. Ну, и Запад разразился, там, историей про поставки вооружения. Вот если они, там, сейчас мы посмотрим, как они сработают, какой второй пакет будет этот новый американский, и тогда, как что будет на поле боя, тогда будешь что анализировать. Завтра и во всех сообщениях. Так, ну, мы почти 38 минут в эфире. Давай прямо действительно в конце еще дадим. В пятницу и надо людям как-то дать, отметить, по поводу искать ли надо. Мне нужно будет в воскресенье сделать перерыв. Короткий заранее анонсирую. Поэтому воскресенье пропустим. Завтра будет, да. В воскресенье пропустим. Завтра будет. Ну, вот смотри, все-таки по шестому пакету вот в каком контексте. Очевидно, что итальянская инициатива не пошла. На нее отказались и сам, конечно, Зеленский уже не раз заявил. Причем сегодня он, кстати, в выступлении напомнил о, так сказать, опасности применения тактического ядерного оружия Москвой. Упомяну. Но в целом, как бы уже 10 раз было сказано, нет, нет, нет. Давайте я вам еще раз скажу, сказал он, нет. В этом контексте ты как прогнозируешь поведение тех, кто продвигали этот мирный план? Будут ли они заходить с другого боку, с какого-то там еще, учитывая там продовольственный шантаж и так далее? Или же, в общем, это снялось на этом этапе? Не, никуда не делайся, они сейчас поищут, походят и попытаются заново найти. И тут еще вопрос сейчас будет не показательно, как 30-го, 31-го Европейский совет будет голосовать, который собирается по поводу шестого пакета санкций в частности. Да. Там уже одно из предложений, которое позволит как бы полное нефтяное эмбарго. Ну да, типа в Венгрии может не участвовать. На Венгрии может немножко пока не поучаствовать, а остальные все наложили Венгрии. Возможно снять дерсификацию, но это уже очень сильный удар, который снижает возможности питать войну. Кстати, возможности питать войну. Сегодня увидели Т-55-й. Это танк и танк еще более. На поле будет. Это танк сразу после военной 55-го года разработки. Ну, подожди, даже в Т-34-ком сойти с памятника в нужный момент по сигналу и сказать свое слово. А потом уже тачанки пойду. Ну и этажерки. Без этого святое, когда все собьют, будет на этажерках летать. Ну да, любопытнейшая история. Но вот эти шпилоты там летают, как бы героические, 63+. Ну вот. Ну, в общем, не так страшен черт, как его мы любят. Потому что если сейчас глупит шестой пакет и передадут оружие, ну ситуация резко изменится в нашу пользу. Ну и однозначно нет, однозначно. А к этому все идет. К этому все идет. Ну ладно, хорошо, будем надеяться. Мы 40 минут в эфире. 372 тысячи нас смотрят. Ну, в общем, пятница. Внеурочное, в общем, время. Мы снова в 9. Завтра у нас снова эфир в 9 часов для того, чтобы не промахнуться. Пожалуйста, ссылки на этот эфир распространяйте в своих аккаунтах в социальных сетях и групп максимально широко. Особенно нам важно, чтобы это в России распространялось, потому что, ну, украинских зрителей агитировать не надо, они и так посмотрят. А вот в России еще как бы медленно-медленно проворачивается механизм. От вас зависит те, кто у нас в эфире присутствует. Я вижу, что россиян много. Пожалуйста, любыми путями распространять. Пусть приходят на эфиры каждый день в соотечественнике. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Феденлайф и на канал Алексея Аристоевича. По ссылке его в описании к этому видео по его имени. Проходите и подписывайтесь. Ну что, тогда до завтра. Завтра в это же время в 21.00. Всех ждем. Всем пока. До свидания.